Здравствуйте! В эфире программа День города в студии Мария Рудая. Коротко о главных темах выпуска. Не дня без пожара. На этот раз огнем был охвачен грузовой порт. Лучший друг или проблемы с выгулом, где в Рязани можно гулять с собаками. Сквозь землю провалиться в городе не везде закрыты канализационные люки. Состояние стабильное. В ОКБ прокомментировали состояние пострадавшего при пожаре в грузовом порту Рязани. Напомню, ЧП произошло утром 30 сентября. Огнем повреждено судно-тягач. Сигнал о возгорании поступил на пульт 01 в 9.23. Загорелся тягач в грузовом порту в Борках. Почему произошел пожар, пока устанавливают. Огнем повреждено 60 квадратных метров. К сожалению, на пожаре пострадал мужчина. 1978 года рождения. Госпитализирован в медицинское учреждение. На пожар выезжали и принимали участие в тушении 16 человек личного состава государственной противопожарной службы и 4 пожарных автомобиля. Мужчину сразу же доставили в ожоговый центр областной клинической больницы. Как сообщили медики, у него ожог второй-третьей степени. Пострадало лицо, верхние и нижние конечности. Состояние его на момент поступления в настоящее время удовлетворительное. Непосредственных угроз жизни никаких у пациента нет. Получает полноценную общую местную терапию согласно протоколам лечения обожженных пациентов. Находится он в палате. Как заверили врачи, пациент поправится. Горевший тягач до сих пор находится в грузовом порту. Можно ли его восстановить, неизвестно, но на борту были замечены люди. Дина Исляева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Запрещающий знак поставили, но альтернативы не предложили. Если с запретом распивать горячительные напитки, рвать цветы и разжигать костры, согласятся многие, то запрет выгуливать собак вызвал много вопросов. Что думают о ситуации, которая сложилась в парке Советско-Польскому братству по оружию, соблюдаются ли запреты, выяснила Дина Исляева. Запрещающую табличку в парке в честь Советско-Польского братства по оружию установили накануне выходных. Семен, часто гуляющий здесь с дочкой, даже сфотографировал ее на телефон. По его мнению, место, предназначенное для прогулок, статусу парк соответствует с трудом. Большинство товарищей приходят с собаками пить, курить, но костер ни разу здесь не видел. А вот все перечислено, да. Еще бы патруль почаще здесь ходил, ППС, потому что ходит он крайне редко на выходных. И буквально, может, час-полтора они здесь ходят. И все. Надо и с этой стороны ставить, и со всех сторон эти таблички ставить. Екатерина тоже приходит в парк гулять, но не с ребенком, а с собакой. Тузику 7 лет – это редкая йоркширская салонная порода. Тузик дружелюбен, агрессии не проявляет ни к собакам, ни к людям, ни на кого не лает. Почему ее питомцу теперь в парк нельзя, Екатерина не понимает. В этом новом доме очень много кто живет с собаками и с детьми. Пусть тогда строят какие-нибудь другие парки для собак специальные, чтобы нужно где-то гулять им. На детской площадке мы не гуляем, мы стараемся подальше отходить. Так вот в парке гуляем, да. И во дворе иногда. В парке днем можно увидеть только родителей с детьми. С собаками людей практически нет. Екатерина после запрета обходит парк по дороге. Можно еще погулять в посадке, ведущей к железнодорожным путям. Но разве что владельцам больших собак место не патрулируется и здесь не всегда безопасно. Площадка для выголу собак в Приокском есть, но находится она в другой части микрорайона, в Гагаринском парке. И не у каждого владельца есть столько свободного времени, чтобы приехать сюда и погулять со своим питомцем. Мало того, площадка до конца не оборудована. Лежит щебень и песок. Ходить по ней неудобно. Кроме того, она просто катастрофически маленькая и вряд ли вместит и желающих погулять с собаками хотя бы из ближайших домов. Пока люди ждут завершения благоустройства, в парке в честь братства по оружию нарушают первый запрет не рвать цветы. Бабушка Рая решила, что Георгинам будет лучше у нее дома. На следующий год они не будут расти. Табличка вот даже висит. Да? Не знала, не знала. Ну а сорвали ты для чего? А? Дом посадить, черепушечку. Если цветы высадят новые следующей весной, то как быть владельцем собак до сих пор непонятно. Власти, установив запрещающую табличку, другой альтернативы для прогулок им не предложили. Дина Исляева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Вновь ряженые под видом газовиков в регионе орудовала еще одна банда. Сотрудники управления уголовного розыска регионального управления МВД России по Рязанской области совместно с коллегами из города Рязани и Ряжского района пресекли криминальную гастроль, в ходе которой похищали деньги у пенсионеров. В полицию обратился 80-летний рязанец, который сообщил, что у него из квартиры пропали сбережения. 40 тысяч рублей. Как выяснилось позже, деньги пропали после визита двух женщин, которые представились работницами газовой службы. По словам пострадавшего пожилого человека, газовщицы расспросили его о работе газового оборудования, осмотрели плиту на кухне, что-то пометили на бумаге и ушли. Полицейские предположили, что пока две злоумышленницы на кухне отвлекали хозяина разговорами, в квартиру проник сообщник и похитил сбережения. Это распространенная схема, по которой совершаются кражи у пенсионеров. Полицейские выяснили, что к хищению причастны две жительницы Липецкой области в возрасте 52 и 45 лет и 29-летняя жительница Смоленской области. Ранее они уже были судимы за кражи, мошенничество и хранение наркотиков. Расследование установлено, что задержанные причастны к аналогичному преступлению, от которого пострадал 83-летний рязанец. У него лжегазовщицы похитили 18 тысяч рублей и золотую цепочку. В отношении злоумышленниц возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Сотрудники полиции напоминают, что не стоит впускать в дом незнакомых людей, кем бы они ни представлялись. Чаще всего мошенники примеряют на себя образ газовщиков, соцработников, работников пенсионного фонда, распространителей льготных товаров. Мария Рудая при содействии при службе регионального управления МВД. Провалиться под землю в буквальном смысле. На улице Березовой вот уже 6 лет есть незакрытые канализационные люки. К счастью, пока туда никто не угодил, по опасной улице прогулялся Валерий Седов. По небольшой пешеходной дорожке на улице Березова часто ходят взрослые с детьми. Оно и понятно, рядом находится детский сад. Притом, по словам местных жителей, это один из самых больших детских садов в городе. Поэтому в будние дни здесь ходят сотни людей. А совсем рядом со зданием располагаются открытые канализационные люки. Получается, где-то около трех. Все остальные, вместо положенных по ГОСТу железных крышек, железные люки, положили бетонные плиты. А так прикрыты дверьми. То есть две огромные дыры на данный момент, которые просто прикрыты обычной дверью. По словам местных жителей, продолжается это уже больше шести лет со времен ремонта теплотрассы. После нескольких обращений один из люков накрыли бетонной плитой. Правда, через какое-то время конструкция стала трескаться, и в ней образовалась дыра. Местные жители рассказали, что после дождя, когда земля мокрая, в такую дыру легко может угодить ребенок. Тогда люди засыпали эту трещину. Другие же люки так и стоят накрытые дверьми. Глубиной и шириной несколько метров сюда легко может упасть ребенок, если увяжется за кошками, которые живут неподалеку. Или если подскользнется на мокрой земле. На текущий момент несчастных случаев не происходило. По поводу незакрытых люков было несколько обращений. В РМПТС писали неоднократно заявление. Они даже не отписывают по адресу, то есть, наверное, не считают нужным отписать. Чуть дальше, рядом с домом 1Л по улице Березовой, тоже расположен незакрытый канализационный люк. Прямо под окнами текут реки нечистот, и аромат распространяется на близлежащие квартиры. Вместо положенного металлического люка дыру в земле закрыли деревяшкой. Понятное дело, что конструкция и от запаха не спасет, и может сломаться, если на нее наступит человек. Когда ждать улучшения ситуации неизвестно. Несколько лет подряд местные жильцы обивали пороги различных инстанций. Однако, никакой реакции нет. Неужели должно случиться несчастье, чтобы городские службы обратили на эту ситуацию внимание? Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Просвещать и обучать в Рязанском политехе прошла первая в новом учебном году институтская суббота. Главной темой этой встречи с абитуриентами стал спорт. Подробности далее в сюжете. Рязанский политехнический институт вновь оказался в центре событий. Интерактивной площадкой взаимодействия старшеклассников города, студентов и преподавателей института. 27 сентября в политехе стартовали институтские субботы, на которых абитуриенты могут познакомиться с жизнью вуза, направлениями подготовки, побывать в лабораториях, научных и творческих центрах, спортивных залах и даже в институтской столовой. А между тем, политеху есть что предложить. Каждый второй руководитель промышленных предприятий и строительных организаций, выпускник политехнического института. И на этот раз в зале выпускники разных лет. Среди них Валерий Еремин, заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства региона. Семен Волков, директор производства фирмы «Амакс» и другие. Вуз по праву считается кузница инженерных кадров Рязанской области. Архитектура, строительство, эксплуатация транспортно-технических машин и комплексов, строительство уникальных зданий, сооружений. Экономика и это далеко не весь список направлений подготовки. Те направления, которые мы реализуем сегодня, значит мы их реализуем в соответствии с требованиями сегодняшнего дня. И мы готовим специалистов не вчерашнего специалиста, а тот, который будет востребован в будущее. Открыта магистратура, строительство, архитектура. Кроме того, те студенты, которые уже обучаются в ВУЗе, помимо основной специальности, получают и рабочую профессию. Как говорится, без отрыва от производства и обучения. А со следующего года в политехе открыт прием на среднее профессиональное обучение. Еще один важный вопрос, которому в политехническом институте уделяет особое внимание, это практика. Нашим институтом открыты базовые кафедры на предприятиях и организациях нашего региона. То есть все, что касается практических работ, практики, мы вынесли за территорию института. Помимо базовых кафедр, которые работают на ведущих промышленных, строительных, автомобильных предприятиях Рязани, открыты и работают инженерные классы в школах. Сейчас их 11. А на институтской субботе Рязанский политехнический институт подписал соглашение о сотрудничестве еще с двумя классами. В 47-й школе и 2-й школе города Ряжска. Для выпускников крайне важно заранее определиться с выбором профессии. Начать со школьной скамьи. Это дает возможность осознанного выбора жизненного пути. София Тихонова сейчас заканчивает художественную школу и мечтает стать архитектором. Другие вузы для поступления девушка даже не рассматривала. Я поступаю сюда, потому что это единственное заведение в Рязани, которое учится на архитектуру. Вообще здесь уже несколько раз была на экскурсию, мне здесь нравится. Я хочу поступить в политехнический институт, потому что профессия строителя сейчас она популярна, потому что наша страна все-таки строится. Хотя взять тот же самый пример Крым, который все обустраивается. В нем нет такой большой индустрии, чтобы, ну он еще ни разу так сильно, можно так сказать. Ну и также другие наши города, поэтому наша страна все еще строится. Мама Андрея разделяет стремление сына поступить именно в политехнический институт. Знаем, что это вуз с историей. Здесь очень хороший педагогический профессорский состав. Это еще и очень активная студенческая жизнь. Это и очень, знаете, наверное, самое главное, что здесь еще и учат быть человеком разносторонним. Поэтому я, как мама, уверена, что моему ребенку будет здесь комфортно. Воспитанию в Рязанском политехе уделяют действительно серьезное внимание. Творческие мастерские, вокальные и танцевальные коллективы, инструментальный ансамбль, развитое студенческое самоуправление, студенческие СМИ и еще множество занятий по интересам. Что еще немаловажно, политех – это территория здорового образа жизни. Первая институтская суббота этого учебного года была посвящена как раз спорту. После показательных выступлений гости могли сами посостязаться в дартсе, подтягиваниях, прессе и настольном теннисе. А победители получили подарок из рук директора Игоря Мурога во время традиционного чаепития. Теперь Рязанский политехнический институт приглашает на следующий день открытых дверей, который состоится 27 октября и будет посвящен старту инженерных профессий. Мария Рудая, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Матч всех звезд прошел в Рязанском государственном медицинском университете. На баскетбольной площадке сразились студенты и выпускники вуза. О товарищеском матче расскажет Валерий Седов. За несколько минут до начала баскетбольного матча на площадке разминаются игроки обоих команд. С одной стороны, команда под названием «Молодость». Студенты – чемпионы по этому виду спорта среди других вузов. Их соперники – команда «Опыт», ветераны – выпускники Рязанского медицинского университета. Когда-то они тоже играли в баскетбол, завоевывали награды и тренировали студентов. Теперь лучше из лучших столкнуться друг с другом в товарищеском матче. «Мне противника не боимся. Это всего лишь товарищеская встреча. Очень позитивная, доброжелательная относительность к своих ребятам. Вот и наш противник – это преподаватели нашего университета. Самое главное – это наш ректор нашего университета. Очень рады выйти с ним на одну площадку. Очень приятно, на самом деле, с такими людьми поиграть». «Мы готовы, не боимся, но уважаем. Во-первых, это опыт для нас, потому что у них было много игр за плечами. Мы перенимаем его, этот опыт. Во-вторых, радость, веселье». Несмотря на то, что матч всех звезд по баскетболу товарищеский, поддаваться противнику никто не будет. Ребята сделали ставку на быстрые атаки, дальний пас и скорость. Команда выпускников, наоборот, делает упор на мастерство и опыт прежних игр и встреч. «Наши выпускники, нашего вуза, Минцентского университета, смотря на то, что они играли давно в сборной команде, они всегда в форме, показывают пример молодежи». Под энергичную музыку представляют каждого участника команды. На первой половине поля студенты и ординаторы. Кто-то совсем недавно поступил в вуз и теперь совмещает любимый вид спорта с учебой, а другие уже добились заметных успехов как в первом, так и во втором направлении. На другой половине поля заведующие отделениями, врачи-хирурги, травматологи, гинекологи и так далее. Все они выпускники вуза и некогда участники баскетбольной команды. И вот первый мяч. На поле присутствует и ректор Роман Калинин. Он также был игроком и тренером баскетбольной команды. На поле ректор появился в старой форме под 13-м номером. Число на футболке – день рождения его мамы. Роман Калинин признался, что всегда играл под ним. И номер приносит удачу. И вот несколько передач, опасный момент, и счет открывает команда молодости. Теперь задача выровнять счет. Команда студентов не лидирует. На каждый заброшенный мяч отвечает соперник. Студенты бросают с дальних дистанций. Ветераны же стараются попадать из-под кольца. Матч в баскетбол играет по обычным правилам. Четыре четверти по 10 минут. На поле пять игроков. Задача, как и всегда, победить. Первая четверть закончилась со счетом 21-14 в пользу команды молодость. Ну вы видели несколько удачных бросков у команды студентов. Команда выпускников пытается наладить или вспомнить свои связи, которые были раньше. Поэтому они играют более коллективно. А студенты пытаются по-баскетбольному расстрелять корзину соперников. Баскетбольный матч всех звезд – это нечто большее, чем просто игра. Обмен опытом, взаимодействие с ветеранами на поле – все это только часть большой идеи. Это встреча для того, чтобы чувствовалось преемственность поколений. И ребята, наверное, понимали, что время летит. Но на самом деле страшно не это. Страшно потерять друг друга. Мы не потерялись. Подобные баскетбольные матчи проводятся с 2012 года и соревнуются команды в разных видах спорта. Например, 29 сентября прошли сразу два товарищеских матча по футболу и волейболу. А баскетбольный матч всех звезд закончился неожиданно. Команда «Молодость» вела со счетом 81-79. На последних секундах мечом завладели ветераны. И прямо перед финальной сиреной заработали два очка. Счет так и решили оставить ничейным по 81 у каждой команды. В продолжении спортивной темы 27 сентября Рязань посетил легендарный футболист. Заслуженный мастер спорта России, мастер спорта СССР международного класса Юрий Гаврилов. Он пообщался с рязанскими футболистами и провел мастер-класс для юных игроков, среди которых были дети с ограниченными возможностями здоровья. Чтобы мяч не шел выше ворот, значит опорная нога должна быть на линии. Бьющая нога, посмотрите за моим коленом, бьющая нога закрывает, видите линию мяча, колено. Пообщаться с легендой. Какой мальчишка не мечтает об этом. А если эта легенда еще и в футбол играть научит, то жизнь удалась. Юрий Гаврилов в Рязань приезжает не в первый раз. Уровень наших футбольных команд оценивает как достойный. Но с детьми, говорит, надо работать лучше и серьезней. Ведь футбол – это та самая игра, где тактика, стратегия и логика занимают не последнее место, а идут наравне с физической подготовкой. Мы зачастую видим в подготовке детей отдельно и команд, в частности, значит, то, что не всегда хорошо мальчишки управляются с мячом. Не всегда хорошо мыслят на футбольном поле. Ну, а по исполнительскому мастерстве, то тут налицо. Изъянов очень много. Глухонемые дети смотрят внимательно за легендой советского спорта. Повторяют его движения, схватывают каждый совет. Ведь они к футболу относятся очень серьезно. У ребят есть своя команда 18-й школы. Полузащитнику Дмитрию Брагину сейчас 19 лет. Он учится в 13-м классе. Уже через год молодой человек закончит школу, признается, много проблем и будущее слишком туманно. Но в одном он уверен точно, там будет футбол. Мы уже давно играем в футбол, тренируемся. Когда были маленькими, мы тоже играли, мечтали об этом. Сейчас хотим участвовать в соревнованиях, поэтому много времени посвящаем футболу. Ребята с нарушениями слуха ничем не уступают здоровым детям. Такое же упорство и стремление к победе. У них, конечно, есть свои особенности. Чтобы передать подачу, надо привлечь внимание игрока. Делают это с помощью жестов или топота. Они точно знают, что футбол – командная игра. Все члены команды понимают друг друга. И слова тут не нужны. Их тренер Александр Жуков уверен, ребята могут добиться определенных высот. Он обучает футболу уже 23 года. С особенными детьми заниматься начал не сразу. Сейчас говорит, кто-то же должен это делать. Конечно, бывает трудно. Но когда у таких футболистов начинает получаться, все трудности меркнут. Спасает меня судебная практика. Там много на жестах движений. И здесь с ними на жестах они все понимают. То есть им покажешь один раз, они вот не слышат. Они уже, у них как бы чутье уже за счет этого чутье развито очень сильно. То есть они схватывают быстрее, чем эти. Потому что у них не хватает. И они как бы это на инстинктах уже. Юрий Гаврилов играл за команду «Спартак» с 1997 по 1985 год. А вот Александр Жуков является болельщиком этой команды. Он пронес свое восхищение «Спартаком» сквозь годы. И остается верен кумирам юности. Вот и на этот раз Александр организовал не только мастер-класс для детей, но и стал одним из инициаторов футбольного турнира в честь 65-летия Юрия Гаврилова. Мария Рудая, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Это все новости на сегодня. Еще больше информации вы найдете на нашем официальном сайте город62.тв и в социальных сетях. А я на этом с вами прощаюсь и желаю хорошего вечера. До встречи в эфире телекомпании «Город». Мама спит, она устала. В пробках два часа стояла. До работы далеко, добираться нелегко. Каждый день ее я жду. Грустно мне бывает, потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас. Переезжаем в Еврокласс. Это в центре. Здесь все рядом. Всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Субтитры создавал DimaTorzok